У вас в руке монета. На одной стороне орел, на другой – решка, ноль или единица. Положите ее на стол и будет, видимо, только одна ее сторона. Это отлично иллюстрирует принцип работы обычного компьютера. Монета – это бит, несущий в себе лишь одну из возможных характеристик. А вот если мы положим на стол металлический шарик, ни одна из его сторон не будет скрыта от нашего взора, просто по той причине, что у него нет сторон. Его можно будет обойти по кругу, а значит, он может быть как нулем, так и единицей. Так работает квантовый компьютер. Теоретически принцип его работы позволяет обрабатывать все возможные состояния одновременно, достигая существенного превосходства над обычными компьютерами в ряде алгоритмов. И опять же, теоретический квантовый компьютер мощнее любого суперкомпьютера. Компания IBM на выставке CES представила компьютер Q-System One с 20-кубитовой системой. Это первый коммерческий квантовый компьютер. В чем важность этого события? А в том, что если проект успешен, то, по словам главы IBM Research Эрвенда Кришна, квантовые вычисления станут доступны за пределами лабораторий. Они смогут применяться на практике в бизнесе и науке. А уже тогда человечеству будет доступна вычислительная мощь, о которой ранее не приходилось и мечтать. Это геометрическая прогрессия наших возможностей, хотя ряд экспертов пока относится к этому скептически. Издание TechCrunch подчеркивает, что для многих коммерческих целей компьютер может быть слабоват. А если он будет успешным, в этом кроются свои риски. С помощью квантовых вычислений можно взломать любой, даже самый сложный пароль, в том числе потенциально ключи шифрования ядерных ракет и коммуникационные сети военных разведок. Если квантовые вычисления станут общедоступны, сложно даже представить, на что человечество будет способно. Изобретательные маглы, завистливо сказал Гарри Поттер, пожалев о том, что родился магом.